Друзья, всем привет! Мы продолжаем приключения нашего любимца щенка Хэнка. Итак, давайте-ка посмотрим, что здесь у него новенького. Хэнк, Хэнк, дружище, вставай, тебя ждут великие дела. Ну что же, друзья, давайте-ка отведем его в ванную комнату, пусть пока делает свои дела. Вот так. И, друзья, сегодня мы будем рассказывать о тех подсказочках, которые просят рассказать наши подписчики и зрители. Кроме того, друзья, будем передавать приветы и одевать Хэнка по вашим комментариям и заявкам. Ну что же, друзья, первым делом давайте-ка хорошенько его помоем, покупаем. Вот так здорово, отлично. Моем, моем, купаем, купаем и смоем вот эту мыльную пенку. Вот такой вот симпатяшка. Няшка стал у нас Хэнк. Очень здорово, очень мило. И давайте-ка посадим его за стол. Как же ты будешь есть в этом шлеве, не знаю, но давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, выберу я ему какую-то вкусняшку. Вот давайте-ка сегодня возьмем картошку фри. И еще кусочек пиццы. Ну что же, интересно, наестся он картошкой или нет. Да, друзья, вот так неожиданно сразу же 100% он накушался. Ну что же, а теперь передадим привет. Итак, большущий-большущий, друзья, вам всем привет от нашего любимого Хэнка. Особенно подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет от нашего Хэнка Панченко Ярославу, Маше Семивражеских, Ксении Бобровой, Арине Кузнецовой и Насте Лапе. Друзья, большущий-большущий вам привет от нашего любимца щенка Хэнка. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка займемся одеждой. Зайдем в гарпетероб. Первым делом сниму, друзья, вот эту футбольную копировку, которую мы надевали в прошлой части благодаря вашим отзывам, комментариям. Очень долго Ирина Григорьева просила надеть. Мы выполнили ее желание. А сегодня, друзья, у нас Хэнк будет очень необычный. Итак, друзья, вот Ксения Боброва тоже очень давно просила вот надеть на нашего Хэнка костюм Цезаря. Вот такой вот симпатяшка-милашка. И еще к нему вот эти оленьи рога. Вот такая вот неожиданная комбинация. Но, тем не менее, друзья, вот такой вот необычный он получился. Ну и, друзья, давайте-ка я еще подберу какие-то не такие уж радужные глаза. Вот давайте-ка оставим глаза Хэнка. Вот смотрите, какой милашка-симпатяшка получился. Ну что же, здорово. Друзья, не обижайтесь, если ваши подсказки не срабатывают. Не срабатывает ваше желание, как одеть нашего Хэнка. То есть, я их записываю. То есть, если больше 2-3, то они вырываются вне очереди. А так я буду идти по очереди. Ну а если хотите, друзья, убыстрить очередь в следующем видео, то есть, напишите ваши пожелания. И я, конечно же, к нему буду прислушиваться. Ну вот, здорово, здорово, друзья. Вот так замечательно все у нас получилось. А сейчас давайте-ка посмотрим, что там идет на острове. Вот. И давайте-ка первым делом отправимся на пляж. Появилось ли там какое-то редкое животное. Благодаря тем вкусняшкам, которым мы оставляли. Вот. Ну, конечно, здорово сработало. Появилась у нас турбо-черепаха. Редкое фото такого еще у нас не было. И вот появился морж. Мне удалось, конечно, в прошлой части, друзья, мне поймать пегас-молнию. Пробовали мы разные подсказки. Зато, вот смотрите, попалось множество редких животных. И, кроме того, еще вот этот прикольный крокодил-зубрилка. Ну, что же, неплохо. Очень здорово у нас пока идет начало фотосессии. Попалось три редких животных, с которых не было у нас немоков. И давайте-ка сразу же, друзья, перейдем, посмотрим, что здесь у нас возле водопада. Возможно, как раз попался радужный хамелеон. Ну, тоже очень много вот подсвечивающихся животных, которых у нас еще не было в фотосессии. Особенно, вот видите, вот этот забавный черный носорог. И еще кто там. И еще вот этот, по-моему, это не ежик. Это, друзья, ой, что-то я не нажал. Это у нас, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ага. Это у нас дикобраз, скорее всего. Давайте-ка посмотрим. Да, да, это дикобраз. Ну, что же, давайте-ка дособираем бонусы. Вот так. Так, множество вот редких животных сегодня попадает, но, к сожалению, тех, кого мы искали, не удается поймать. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим еще, кто у нас попал на лавом плата. И вот, волосолось попал, но, к сожалению, вот те редкие животные, которых мы пробуем ловить, никак не удается поймать. Ну, что же, собираем бонусы. И, друзья, пройдемся по тем подсказочкам. И в конце, друзья, я еще раз буду пробовать ловить редких животных. Итак, бонусы собраны. А теперь, друзья, давайте-ка займемся подсказочками. Итак, наши подписчики-зрители просили рассказать, как поймать гладигатора, пегас-молнию, единорога, аризонского феникса, псобезубого тигра и просили еще закрыть восьмую страничку. Ну, давайте-ка по очереди. Итак, гладигатор. Как поймать это редкое животное? Ну, все, друзья, в сущности просто. Гладигатор очень любит пирог. То есть, выставляйте эту еду, и он, в принципе, везде довольно-таки неплохо ловится. Вот, есть у него три любимые игрушки. Это реактивный скейтборд, вот, самолетик, качалка-ракета, это не самолетик, это ракета, и еще лазер. Вот, удалось мне поймать его, видите, вначале на локации он здорово и шел в водопад, потом довольно-таки неплохо и шел на лавовом плато, но и на пляжу он тоже попадает. То есть, везде он попадает. Достаточно много игрушек, которых он любит. Давайте-ка немножко расскажу. Вот, смотрите, три батута, два батута, дипломат, бассейн, машинка-качалка, глобус, хрустальный шар. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. И шел на множество игрушек. Вот, танцбол диска, подушечная крепость, реактивный скейтборд и зонтик. Ну, вот так. Ну, по-моему, я, друзья, вот так смотрю, водопад и лава и плата наибольше было фотографий. Хорошо, с гладигатором понятно. Дальше у нас пегас-молния и единорог. Вот, вкладочка с лошадьми, 18-ая страница. Итак, друзья, в прошлой части я пробовал поймать пегас-молнию. Никак не удается, хоть вот подписчики пишут, что вот эти животные должны идти здорово на тортик, но, тем не менее, этот вредный пегас-молния никак не удается его поймать. Хотя, вот, в сущности, все просто. Любит он, вот, это у нас пляж. Любит три любимые игрушки. Это у него бассейн для вечеринок, вот, еще танцбол диска, еще любит НЛО, ну и, конечно же, подсказка пляж. На вот эти игрушки удалось не поймать. Кроме того, еще удалось поймать его на вот такой вот королевский диван и еще вот на машинку-качалку. Ну и это все пока, друзья. Дальше мы экспериментируем и с едой, и с другими игрушками, но никак не удается его поймать. Единорог, друзья. С единорогом еще, друзья, печальнее ситуация. Вот, любит он водопад, любит он королевский вот такой вот диван, любит он арфу и любит он еще вот бассейн для вечеринок. Но, тем не менее, никак не можем мы его поймать. Не удается. В принципе, раз это королевский диван, надо было еще короной попробовать его половить. Ну, будем пробовать. Итак, друзья, переходим к следующей животному. Аризонский феникс. Так, вкладочка с птичками. Вот есть аризонский феникс. С ним аналогично, как с единорогом. За исключением того, что аризонский феникс любит лавовая плата, любит королевский диван, любит три батута и любит барабаны конга. И, друзья, никак больше не получается его поймать. То есть, пробую разные продукты, разные игрушки и никак вредина не хочет попадаться. Кто знает, как точно поймать аризонского феникса, пишите. Очень благодарен. И будем вместе пробовать. Так, следующее, друзья, у нас животное. Это саблезубый тигр. Так, саблезубый тигр. Давайте-ка мы попробуем поймать этого вредного животного. Вот нашел с шестой страницы. Друзья, 5 из 15 фотографий. И, к сожалению, с ним тоже все очень непросто. Кажется, все замечательно. Любит он лавовая плата. Любит три любимые игрушки. Это корона. Это бассейн для вечеринок. И автомойка. Но, тем не менее, поймать его непросто. Вот на эти игрушки удалось мне поймать. Кроме того, удалось еще поймать на бассейн с шариками. И еще удалось поймать его на танцбол диска. Вот. А остальные игрушки почему-то не срабатывают. Почему, непонятно. Ну что же, как-то вот так. Ну и, друзья, давайте-ка перейдем к восьмой страничке. Позже посмотрим, что же это. Подписчики. Ага. Поросили закрыть восьмую страничку. Здесь у нас радужный хамелеон. Друзья, тоже с ним очень непросто. Пробую я его ловить. А он в Регина никак не попадается. Вот есть у него подсказочки, как его ловить. Это водопад. И три любимые игрушки. Это танцбол диска. Это лазер. И еще корона. На вот эти три его любимые игрушки мне удалось поймать. Но и это все. Кроме того, друзья, вот удалось его поймать на два батута. По-моему, или это три батута. И еще, еще что здесь интересного. На что удалось его поймать. Ага. Вот на корону. Нет, корона в подсказочках есть. Танцбол диска есть. Лазер есть. Вот. Ага. Вот на такую машинку-качалку. Да. Ну что же, друзья. Давайте-ка раз вот так здорово подписчики пишут. Давайте-ка я попробую, друзья, сегодня поймать. У нас на локации есть два животных, которые мы можем поймать. Это единорог и радужный хамелеон. Давайте-ка мы попробуем сегодня вот именно в этой локации и попробуем поймать животных. Отлично. Кстати, вчера в прошлом видео, в принципе, друзья, вот написали мне подписчики, что единорог любит торт и бассейн с шариками. Но, тем не менее, не удалось, не удалось его поймать на вот эти игрушки. Ну, давайте-ка сегодня попробуем. Возможно, сегодня лучше пойдет. Итак, давайте-ка я положу кусочек тортика и попробуем привлечь на вот такую вот любимую игрушку. Хорошо. Итак, обновляю феромонами, привлекаем животными и посмотрим, что же получится. Удастся ли привлечь единорога? Очень бы этого хотелось. Итак, пошли-пошли феромоны и кого же мы привлечем? Интересно, интересно. Вот. Вот, привлекли белую панду. Это здорово. Ну и кроме белой панды, больше никого не удалось привлечь. Ну что же, пока давайте-ка сфотографируем вот это же забавное животное. Неплохо и, к сожалению, все. Так, что же нужно? Либо менять игрушки, либо менять продукты. Непонятно, друзья. Но, тем не менее, никак не хочет идти. Ну, в принципе, друзья, мы можем просто поступить по-другому. Вот, попробовать. Ага, вот обновил я. Надеялся, что кто-то изменится. Ничего не изменилось. Давайте, друзья, тогда еще раз обновлю. И тогда что-то будем уже кардинально менять. Либо продукт менять, либо менять вот игрушки. Либо то и другое. Итак, что же у нас получилось? Вот, привлекли множество редких животных, особенно деда лося. И вот, удалось еще привлечь афроежика на машинке. Вот, чудесно-чудесно. Но, кроме этого, что у нас? Кроме этого, друзья, все. Больше никого не удалось. Итак, что же нужно, чтобы привлечь единорога и радужного хамелеона? Давайте-ка, друзья, я попробую заменить игрушки. Вот, давайте-ка попробую что-то начать вот с самого начала. Друзья, буду пробовать с самого начала игрушки, либо с конца. Давайте лучше с конца. Вот, возможно, из-за этого что-то получится. Так. Да, давайте-ка мы заменим. Вот, поставлю здесь танцовбол диско. Вот, костер я тоже заменю. Попробую вот из редких, из этих игрушек, которым на финальном уровне, и попробую на них кого-то ловить. Вот. И вот игрушки я вот эти тоже попробую, друзья, с финального уровня, и будем двигаться, будем все время менять. Возможно, удастся что-то поменять. Так, пока бассейн с шариками, друзья, я оставлю. Вот, возможно, все же сработает подсказка зрителей, и удастся все же поймать единорога. Так, возьму вот эту, вместо пинька, вот эту микрофонную стойку. Готово. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем, что из этого получится. Вот, множество сразу же бонусов высветилилось. Давайте-ка я их соберу. Ну, и попробуем обновить феромонами уже с вот этими игрушками. Возможно, сработает тортик. И так, и так, пошло-пошло обновление. И что же получится? Удастся ли привлечь? Небо не удастся. И, друзья, не очень, не очень, не удается, друзья, привлечь мне редких животных. Давайте-ка я еще раз обновлю. Если же, друзья, не получится, придется с вами идти на другую локацию. Так, вот так здорово проходит у нас обновление. И не получается, и не получается привлечь никого вообще. Вот, поменял игрушки, наделся, что хоть что-то изменится, а ничего не меняется. Так, ну, возможно, друзья, тогда не на тортик ловить, а на другой продукт. Так, игрушки мы поменяли. Вот, попалась у нас вот совушка. Это, конечно же, приятно. Но, тем не менее, результат не тот, что хотелось бы. Ну, что же, друзья, давайте-ка я заменю вот этот кусочек тортика на что-то другое. Давайте-ка мы попробуем заменить вот этот тортик либо на пирог, либо, ну, грибы и суши. Мне не хочется для единорога предлагать. Давайте-ка попробуем пирог. Вот так. И посмотрим, что из этого получится. Итак, обновляем, обновляем. И очень интересно, что же поменяется, что же изменится. Итак, прошло, прошло, друзья, обновление. Привлекаем животных феромонами. И вот, друзья, удалось мне привлечь радужного хамелеона, но он уже, друзья, был вот на танцболле диска. Я вот так подозревал, что вот эта игрушка не очень хорошая. И, кроме того, друзья, удалось еще привлечь мадам крокодила. Но это, друзья, уже радует. Видите, радужный хамелеон идет на пирог. Вот в чем нюанс. Ну что же, давайте-ка я пока уберу игрушку танцболле диска. И, возможно, друзья, все же удастся нам привлечь радужного хамелеона. Вот видите, попался он, но просто на танцболле диска он уже попадал. Ну что же, друзья, то есть, все же очень приятно, что удалось все же поймать это животное. Хотя, вот фотография с ним уже была. Но пока давайте-ка я поменял игрушку, обновил. И, возможно, все же удастся поймать. Возможно, на пирог он лучше идет. Итак, тоже и что здесь у нас появится. Появилась лиса красавица. По-моему, это просто лиса. Это не красавица, просто обычная лиса. И, к сожалению, друзья, все. Ну что же, давайте-ка, друзья, еще обновляем. Посмотрим, что же изменится. Все же мы можем на вот этот продукт и на вот эти игрушки ловить радужного хамелеона либо единорога, но не попадает. А вот видите, друзья, здорово прошпался гладигатор, о котором мы сегодня говорили и которого лобили. Вот видите, попался на микрофонную стойку. И все. Ну что же, друзья, давайте-ка еще раз попробую обновить. Если, друзья, не получится, пойдем с вами на лавовое плату и попробуем там половить еще аризонского феникса. отлично, отлично. И что же происходит? И не очень хорошо, друзья. Конечно, вот здорово попался у нас дед лось, попалась офисная черепаха, ну и это все. Это все, кто у нас сегодня попал. Ну, как-то вот так получилось, не очень хорошо, но тем не менее попалось несколько редких животных. Ну, что же, друзья, давайте-ка отправляемся тогда на лавовое плата, попробую, друзья, выложить продукты и поймать. Итак, аризонский феникс, как же его ловить? На торт я его уже пробовал ловить, хотя вот наши подписчики пишут, что аризонский феникс любит, где-то у меня была запись, тут не могу пока найти, так что же любит аризонский феникс? Так вот, ананас и еще наши подписчики подсказывали им бензокосилку. давайте-ка, друзья, я попробую еще положить ананас, может, как раз удастся поймать нашего аризонского феникса. Вот, кстати, давайте-ка посмотрим, что же подсказочки пишут нам насчет ловли аризонского феникса. Итак, аризонский феникс, вот он, вредина, никак не удается его поймать, ну, просто, друзья, лавовая плата, королевский диван, три батуты и барабаны конга. Кстати, друзья, раз он так здорово идет на барабаны и на батуты, возможно, друзья, пробовать другие барабаны и другие батуты, возможно, на них бы он неплохо пошел, ну, что же, нужно будет, друзья, это, конечно же, попробовать поэкспериментировать. Итак, давайте-ка я положил вот ананас и давайте-ка откроем баночку с феромонами, привлечем животных и посмотрим, что из этого получится. Итак, пошло-пошло обновление и кого же мы привлекли? Афроежа и, к сожалению, друзья, с этом все. Давайте-ка я сфотографирую Афроежа и на этом, друзья, закончим. Так, ну что же, друзья, вот очень часто попадается здесь у нас вот этот саблезубый тигр. Давайте-ка я все же эти игрушки немножко поменяю. Давайте-ка я вот положу здесь танцбол диска. Вот так, готово. И попробую, друзья, раз вот аризонский феникс здорово попадал на барабанную установку, друзья, давайте-ка я попробую все же еще поставить какие-то другие барабаны и какие-то другие батуты. Так, ну давайте-ка я уберу пока вот это чучело и вот эту арфу я хочу тоже убрать. Давайте-ка я посмотрю, что у нас какая возможность есть. Так, вот есть батут обычный. давайте-ка я его положу. Хотя давайте посмотрим сразу же два батута. Если и в этой вкладочке либо возможно они используются. Смотрим, смотрим. А два батута возможно уже в больших игрушках. так, но это не то, что я хотел. Ну, теми и кстати есть вот этот еще батут из джунглей возможно он бы тоже подошел. Кстати, неплохой вариант. Вот это просто по-моему батут. Давайте-ка выберем вот эту игрушку посмотрим что из этого получится. Кроме того, друзья, давайте-ка вот я наверное вот это чучело тоже поменяю. давайте-ка я его поменяю. Давайте-ка я его поменяю на что-то интересное. Она батут наверное из джунглей. Вот так. Да. Посмотрим, друзья, возможно все же удастся привлечь на него аризонского феникса. Ну, как-то вот так мы поменяли друзья. Вот хорошо бы было еще барабаны какие-то, но это большие игрушки. То есть пока давайте-ка оставим обновим. Если же не будет попадаться на садбол диск, друзья, возможно нужно будет поменять его на барабанную установку. Итак, что же получится? Удастся ли привлечь аризонского феникса? Вот аризонского феникса не удалось, но зато удалось поймать вот этого забавного аллигатора. Ну, что же неплохо друзья. Вот к сожалению только мы уже с ним сложили фотосессию. А вот видите как здорово идет у нас кстати давайте-ка и саблезубый тигр видите опять попал на вот на вот этот танцбол диско. Журавль у нас есть. Давайте-ка я его тоже сфотографирую. Что-то очень-очень саблезубый тигр здорово идет, но зажали с этими игрушками мы уже ловили животных вот еще и обезьянка прыгает давайте-ка я ее сфотографирую и прямо-прямо беда то, что мне нравится друзья вот попадают животные но не те, что надо так давайте-ка я танцбол диско заберу вот положу здесь вот эти три батута возможно все же на них друзья попадется либо аризонский феликс возможно либо попадется все же саблезубый тигр было бы здорово конечно чтобы он попал ну что же обновляем феромоны и посмотрим что из этого получится удастся ли привлечь аризонского феникса либо возможно саблезубый тигр придет и так пошло-пошло обновление кто же к нам попал вот попал два носорога и это друзья все любят попрыгать вот на батутах а вот наш не попадает не попадает ни саблезубый тигр ни никто и вот злоторог тоже себе прыгает здорово как бы идет но к того кого надо не попадает так ну придется друзья тогда вот эти три батута тоже заменить то видите попадает на и и и вот видите попался аризонский феникс но я забыл друзья что он уже попадался на вот эту игрушку три батута вот видите множество редких животных попадает и и ага вот кстати и хип хоп там подпал давайте ка мы его сфотографируем ну что же очень много редких животных попадает но видите какая с ними неприятность с этими игрушками они уже ловились давайте ка я опять друзья заменю вот эти три батута вот так заменю заменю давайте ка на что-то интересное заменю вот давайте ка я на вечеринку заменю вот у нас вечеринка не было ни саблезубого тигра вот не было ни аризонского феникса и по-моему да не было с вот этими животными то есть либо аризонский феникс либо саблезубый тигр возможно попадутся вот сюда ну вот попалась пантера и все а нет кроме пантеры вот еще эльсомбрера попал ой-ой-ой-ой давайте-ка что-то что-то не так сработало давайте-ка я еще раз сойду соберу фотографии ага это я наверное случайно на домик нажал да-да-да случайно нажал на домик и вместо того чтобы сфотографировать пантеру перешел вот уже в дом к Хэнку ну что же пантера сфотографирована еще у нас есть эльсомбрера множество редких фотографий и есть еще морская черепаха но опять же того кого мы хотели не поймали ну что же вот так здорово сегодня друзья проходит фотосессия не совсем то что хотелось ловиться и так последний раз обновляю феромонами друзья и на этом уже будем прощаться значит в следующем видео будем продолжать ловить редких животных будем читать пересматривать ваши подсказки и так ну нет не попадается просто беда ну что же друзья и так пишите в комментариях подсказки как ловить тех или других животных как одевать нашего Хэнка я буду все зачитывать записывать и делиться с вами ну что же всем пока пока подписывайтесь на канал ставьте лайки ожидайте новых серий и конечно же чтобы не пропустить ни одной серии нажимайте правом верхнем углу на колокольчик и вам будут приходить уведомления всем пока друзья до новых встреч